друзья всем привет сегодня у нас 6 октября 2019 года и сегодня я лечу в египет для того чтобы проинспектировать отели в которых будут отдыхать мои туристы поэтому попутно в этом видео я проведу для вас уже полторную инспекцию авиакомпании на которой я буду лететь из харькова шарм-эль-шейх поэтому друзья подписывайтесь на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале и тогда все ваши путешествия будут только с положительным впечатлением и так самая молодая самая демократичная самая скандальная авиакомпания украины sky up и немножко из истории значит зарегистрирована авиакомпания sky up 2016 году в киеве а первые рейсы начала выполнять во второй половине мая 2018 восемнадцатого года и за это все время авиакомпания находится под вниманием всей украины самая скандальная последняя история произошла с приостановлением лицензии барышевским районным судом по иску от человека который даже не являлся никогда пассажиром авиакомпании sky up об этом sky up заявила в сми друзья это долгая история поэтому если вы хотите что-то не узнать вы можете почитать об этом информацию на просторах интернет но лично для меня нет здесь ничего удивить потому что авиакомпания sky up своими тарифами на авиабилеты перешла дорогу украинским монополистом этого рынка посмотрите на стоимость перелета харьков-киев всего 484 гривен на человека в одну сторону а харьков львов от 863 гривен на человека в одну сторону а харьков-одесса вообще халява от 498 гривен на человека в одну сторону в общем я не удивлюсь если в скором времени на авиакомпанию sky up суд подаст укрзалезница потому что с той стоимостью жидко проезда и с теми условиями которые предоставляет горзалезница в жидко проезде для украинского народа ей в скором времени придется курить сторон поехали дальше флот авиакомпании на сегодняшний день состоит из 8 самолетов значит из них 6 самолетов boeing 737 800 next generation на 189 мест и два самолета boeing 737 700 next generation на 149 мест средний возраст флота авиакомпании на данный момент составляет 9 и 3 года друзья это очень хороший показатель среди украинских авиакомпания и кстати концу года авиакомпания sky up обещает пополнить свой плод еще двумя самолетами boeing 737 900 г.р. 2008 года на 215 мест кстати фото одного из самолета уже появились в сети дальше информация о багаже так как я лечу на чартером рейсе то в стоимость перелета уже входит багаж это 7 килограмм ручная кладь при этом параметры ручной клади в составе суммы трех измерений не должны превышать 115 сантиметров значит показываю что это означает 55 сантиметров на 40 сантиметров и на 20 сантиметров сумме эти измерения не должны превышать 115 сантиметров и регистрируемый багаж то есть основной чемодан который вы сдаете при регистрации не должен превышать вес 23 килограмма а вот для детей до 2 лет то есть инфантов можно провести в багаже до 10 килограмм и одну раскладную коляску но если пассажиры будут покупать отдельные билеты на регулярные рейсы авиакомпании sky up то багаж который по и стоимость может отличаться поэтому когда вы бронируете билеты обязательно обращайте внимание какой багаж входит в стоимость перелета дальше регистрация на рейс пассажиры авиакомпании sky up проходит непосредственно в аэропорту перед вылетом потому что на сайте авиакомпании sky up еще онлайн регистрации нет но если вы хотите выбрать себе удобное комфортное интересное место в самолете вы можете сделать это за доплату примеру стоимость места возле запасного выхода составляет 15 евро ну и другие интересные места стоят примерно от 3 до 15 евро все эти тарифы вы можете посмотреть на сайте авиакомпании кстати касательно сайта авиакомпании sky up посмотрите какой он стильный итак друзья вот он сайт авиакомпании sky up airlines смотрите это главная его страница сильно углубляться в сайт не буду это вы сможете посмотреть все и сами покажу несколько основных нюансов а больше внимания хочу определить перелету и салону самолета в общем смотрите значит на главной странице у нас есть выбор рейсов то есть примеру вот у нас стоит харьков одесса нам нужно выбрать даты примеру ну давайте вот мы выберем август смотрите значит выбрать 11 августа туда обратный примеру 28 и показать рейсы вот он загружает возможные варианты и вуаля ребят в одну сторону из харькова в одессу всего за 498 гривен ребят ну всего лишь час перелета или тарахтеть на поезде в не очень комфортных условиях ладно поехали дальше возвращаемся обратно на главный что еще есть главное естественно переключатель языков вот принципе есть на главной странице 4 укладки они же есть и в главном меню вот главное меню слева ребята вот вот она значит смотрите принципе много информации я вам в этом видео давал именно с этого сайта из один из главных разделов здесь есть такой вот раздел пассажиром нажимаем не его и смотрите значит здесь есть много такой информации как бы там стоимость дополнительных услуг здесь есть информация о багаже значит вот например мы нажимаем детально и здесь у нас расписано какая ручная кладь ее размер ее вес значит регистрируемый багаж его размер с весом то есть это все здесь указано в общем ребят разбирайтесь сайтом мне он нравится в принципе он очень красивый это как бы очень видно все заметно как бы стильный сайт принципе достаточно простой по сравнению с другими авиакомпаниями то есть вы здесь не теряетесь и еще очень важный такой вот раздел в принципе для украинских авиакомпаний наверное аналогичного нет здесь есть онлайн табло именно рейсов авиакомпании sky up то есть здесь показано как бы расписание то есть мы можем посмотреть на получается раз два три четыре на четыре дня то есть как самолеты вылетали вовремя не вовремя если есть перенос вот примеру из борисполя в шарм-эль-шеих 25 октября задержка значит в 755 вылетит вместо час двадцать то есть самолет должен вылететь в час двадцать но он задержан до 7 часов 55 минут в общем здесь все можно посмотреть видите как бы здесь задержки они все отображаются так что ребят пользуйтесь сайтом если у вас есть какие-то вопросы если вам нужно сделать обзор с сайта авиакомпании sky up обязательно напишите в комментариях а мы поехали дальше итак ребята внешний вид самолетов авиакомпании sky up смотрите как они выглядят по моему весь флот уже одет фирменную ливрею sky up а то есть ничего как бы такого как бы сверхъестественно но смотрите как это все стильно смотрится в общем внешне самолеты авиакомпании sky up смотрится просто как будто это новые самолеты поэтому за внешний вид я бы поставил самолетом авиакомпании sky up 5 баллов из 5 дальше ребят показываю что вас ждет на борту самолета а тут у нас sky interior отсутствие острых углов приятная неоновая подсветка которая постепенно меняет свой тон и создает эффект успокоение дальше это сиденье нового образца они тонкие комфортные достаточно мягкие и откидываются на хороший угол а вот с пространством для ног ребят тут все конечно очень впритык потому что смотрите при моем росте метр семьдесят шесть сантиметров расстояние от моих коленок до передней сидушки составляет примерно 5 сантиметров и это еще все зависит от того в каком положении я сидел для туристов которых рост будет больше тут конечно может быть некий дискомфорт но это все равно лучше чем сидеть в первом ряду значит показываю вам как выглядит первый ряд ребят смотрите тут просто некуда деть ноги имеется ввиду что если вы захотите выпрямить ваши ножки вот то вам это сделать не получится потому что здесь стоит перегородка вот поэтому ребят первый ряд я однозначно наверно бы не рекомендовал бы из-за того что здесь некуда деть ноги второе чтобы попасть на первый ряд нужно заплатить за выбор места 15 евро и 3 ребята здесь постоянно тусуются пассажиры которые хотят сходить туалет так ребят еще вам показываю небольшой фрагмент как у нас выглядит взлет из шарм-эль-шейха харьков я вам не показываю потому что мы вылетали в темное время суток и там бы вы особо ничего не увидели вот хочу вам сразу сказать что это мой восьмой рейс с авиакомпании sky up и принципе абсолютно все рейсы на которых я летал на всех взлетах в принципе одна и та самая картинка то есть самолет взлетает уверенно мягко и стабильно набирает высоту то есть ну собственно говоря это было все разы которые я летал с авиакомпании sky up что касается посадок то в принципе как бы ну по посадкам я не могу сказать что они прямо такие все идеальные были но они зависят от погодных условий значит от экипажа самолетов и в целом принципе все были нормальные да они были не идеальные посадки но они были нормальные то есть ничего экстремального и чего-то такого как бы ну на всех рейсах которых я летал я ничего такого сказать не могу итак теперь о питании на борту значит смотрите у авиакомпании sky up на основных рейсах питание можно заказать за доплату значит в принципе это все рейсы которые вылетают из киева с харькова по моему они этот вопрос еще пока не решили заказом питания на борту возможно что-то изменится в ближайшее время а вот что касается напитков так они входят стоимость перелета значит на данный момент предоставляется чай кофе водичка и несколько видов соков то есть пока что все это входит стоимость если будет какие-то изменения в этой концепции ну я конечно постараюсь вас проинформировать в своих видео теперь ребят о некоторых недостатках которые есть у авиакомпании sky up да они в принципе сходятся с большинством всех авиакомпаний то есть эти все проблемы эти все вопросы они общие но тем не менее давайте мы разберем какие же они есть узкая значит первое принципе самая волнующая такая вот ситуация которая беспокоит всех туристов пассажиров авиакомпании значит это задержка рейса в принципе их эти задержки можно поделить на три категории первое это от погодных условий то есть от факторов которые абсолютно ребята не зависят от авиакомпании и это нужно понимать что авиакомпании никаким образом не влияет на погоду и тут как бы возмущаться и говорить ай-яй-яй ну наверное не совсем уместно дальше технические как бы задержки рейса имеется ввиду по техническому состоянию самолетов они крайне редко бывают буквально там пару раз это было по техническом состоянии самолета потому что плод авиакомпании достаточно молодой он в хорошем состоянии как бы и собственно говоря как бы по техническим причинам задержка происходит у авиакомпании sky up намного реже чем у других авиакомпании дальше ребят еще есть наверно такие как бы показатели косвенные вот которые ну наверно лучше я расскажу в отдельном видео потому что за пять минут я их не расскажу это затянется ну как бы на долгое время а видео и так получается длинным поэтому все-таки за косвенные показатели я расскажу в отдельном видео дальше смотрите еще один такой вот наболевший вопрос громкая претензия у туристов которые летят на рейсе high call киев то есть из китая ребят значит некоторые туристы говорили что у них на обратном рейсе не прилетал их багаж ну во-первых багаж да может быть такое было и багаж все равно прилетал только на других рейсах в принципе чем это связано это тоже как бы долгая наверное история и возможно ее лучше вынести в отдельное видео один такой вот момент ребят смотрите вообще как бы тут ситуация такая что такое было и принципе все профессиональные travel агенты это знают и предупреждает своих туристов то есть они это понимают и в принципе как бы для них это не есть новость а если вы об этом узнали только в аэропорту ребята когда это уже произошло ну тут больше вопрос к вашему travel агенту и если уже так произошло и вы не в курсе этой ситуации то нужно менять travel агента дальше ребят еще один такой вот момент нюанс смотрите значит это перенос времени вылета как правило это на рейсах чартерных то есть и как у большинства авиакомпаний такое может происходить действительно то есть когда вам за день за два до вылета вашего приходит сообщение либо вам звонят и говорят что у вас изменилось время вылета то есть его перенесли либо там на раньше то есть было на 5 часов вечера стала на 5 часов утра либо было на 5 часов утра перенесли на 5 часов вечера то есть такое может быть авиакомпания действует в рамках своих правил и ребят это нужно понимать что это чартерные рейсы и авиакомпания не гарантирует стопроцентное время вылета вы это должны знать еще до того как оформляется тур потому что эту информацию вам должны рассказать ваши агенты не рассказывает ваши агентами на меняете агентов потому что это ихняя обязанность и тут просто нужно быть подготовленным и понимать эту ситуацию в том что перенос может быть и вы на это никак не повлияете агент тоже относительно на это не повлияет это все зависит от многих факторов поэтому ребят вот принципе все основные как бы недостатки и как вы видите они присущи большинству украинских авиакомпаний и в принципе они как бы ничем таким вот критическим не выделяется среди других авиакомпаний по недостаткам соответственно как бы если вы знаете эти недостатки если вы проинформированы вы знаете что делать таких ситуациях ребят у вас не будет никаких неожиданностей и тут собственно говоря нужно это просто понимать и знать дальше ребят хочу вам рассказать о прогнозах какие прогнозы на лето 2020 года у авиакомпании sky up возможно даже это не у авиакомпании стоят потому что пока что официально на сайте авиакомпании я этого ничего не видел этих рейсов которые я вам сейчас озвучу это я видел у партнеров авиакомпании sky up то есть джойна по смотрите на лето уже открыто ранее бронирование и очень интересные варианты уже появились и доступны для бронирования на лето 2020 года а значит именно то что они полетят на авиакомпании sky up и это будут не чартерные рейсы а регулярные вот чем и нюанс потому что рейсы регулярные туры уже доступны для бронирования а вот на сайте авиакомпании sky up сегодня по состоянию на 29 октября 2019 года еще эти рейсы не показывает поэтому ребят не стопроцентная информация не знаю как у них это все сложится как они смогут это все выполнить я надеюсь что у них все это получится в общем сейчас расскажу вам какие рис и теоретически ожидаются на лето 2020 года итак поехали значит из харькова планируется регулярные рейсы по таким направлениям харьков ироклеон то есть остров крит греция харьков бургос харьков рим не ребят это регулярные рейсы и билеты теоретически должны быть доступны на сайте авиакомпании sky up дальше что нового из запорожья это ироклеон это бургос это ларнака то есть запорожье сможет полететь прямым рейсом из своего города на кипр дальше львов ироклеон и бургос следующий у нас город вылета это одесса ребята из одессы планируется ироклеон ламеция темры calabria ребят это тоже очень такой вот неожиданный лично для меня ходу авиакомпании sky up видимо джейна пришил очень сильно подвинуть на этом рынке такого оператора как туре дальше ларнака тоже летит из одессы прямым рейсом из киева там очень много направлений но давайте мы отметим основные те которые еще не были джейна поиска я по значит летим на корфу летим на ламеция терми то есть calabria летим на закинку и ребята даже видел в сицилии прямой рейс на сицилию из киева и туры уже доступны для бронирования сразу хочу обратить ваше внимание что нужно конечно быть аккуратным потому что все может быть могут скажется эти туры могут не скажется но ребят это ранее бронирование маневры для этого еще есть цены нереально сладкие то есть ну очень очень привлекательные цены по раннему бронированию возможно я сделаю обзор раннего бронирования то что наставил sky up то что там предлагает джейна и ребят сейчас вы можете это все забронировать по очень выгодной стоимости по очень низкой стоимости но нужно понимать ситуацию которая может быть примеру в 2019 году по раннему бронированию планировалось значит албания из харькова я сам хотел попасть в албанию из харькова принципе уже думал забронировать и тут джейна открывает объединенные арабские эмираты из харькова и я ну просто не ну это лакомый кусочек я сомневался чуть чуть сомневался но на первой рейсе я просто не сажал свои туристы а вот сам забронироваться чтобы понимать что я понимал что у крайнем случае как бы ну полечу из киева вот но джейна и sky up выполнили эту полетную программу много туристов отдохнула и все были счастливы и на этот год тоже есть объединенные арабские эмираты то есть вы из харькова можете полететь в объединенные арабские эмираты но еще вариантов много в принципе как бы все основные варианты вы уже знаете поэтому я повторяться не буду в общем на этом все ребят принципе пишите в комментариях ваши отзывы плавя компании sky up что вам нравится что вам не нравится куда вы летали как все у вас происходило обязательно напишите в комментариях под этим видео если есть вопросы тоже их задавайте под этим видео постараюсь вам дать ответы подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик смотрите видео на моем канале и тогда все ваши путешествия будут только с положительным впечатлением желаю всем отличного настроения до новых встреч ребят пока пока